Хороший вы человек, Владимир Ильич, вам хорошей команды не хватает. Это замечание не беспочное, потому что я вижу даже из вашей презентации, что вас дезинформируют. У вас был слайд, где вы отчитываетесь, что у нас на территории Краснодарского края 5 объектов по мусорно-сортировке, но из них же работы только 2. Мы в рамках общественного контроля проехались по Лисосибирск, Зеленого, ну или Лисосибирск, скажешь, не пустили. Мы были в Назарово-Ачинск. Мусорно-сортировка Назарово-Ачинск – это просто стоят контейнера, которая так называется мусорно-сортировочная станция, которую Красиво презентовала с начальной реформой, но она не работает. Все заржавело, там ничего не происходит. В связи с этим у меня такой вопрос, но несколько вопросов. То, что касается мусорно-сортировки. Как региональные операторы отчитываются перед министерством об том объеме, который они отсортировали, что они с этим сделали? То есть причем у министерства не владеют достоверной информацией, все-таки по факту. Второй вопрос касается, это в продолжении хорошей темы, которую Ирина Геннадьевна приняла, по спецбазе. Все-таки, я думаю, всем известно, что и прокуратура, и Воскребнадзор все проводят проверки по данному объекту. И есть серьезные риски, и то, что касается государственной экологической экспертизы. Есть ли какое-то у министерства альтернативный вариант в случае, если все-таки будет прекращена деятельность полигонов на спецбазе? Это второй вопрос. И третий вопрос касается, вот у нас есть территориальная схема, в которой есть раздел перспективные объекты. Территориальная схема постоянно у нас меняется, сейчас актуализируется. Но, вот этот вопрос, почему перспективные объекты, которые туда были внесены, почему они не реализуются, и с кого спрашивают за эту нереализацию? Продолжение следует... Продолжение следует...